Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по посланиям к римлянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем изучать 14 главу этого послания. Эта глава начинается словами «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Послание к римлянам, 14 глава, с 1 по 3 стих. Итак, здесь говорится, что пища не может являться поводом для споров и пересудов. Христиане должны стараться избегать споров и пересудов даже тогда, когда высказывают свое мнение в противовес мнения других людей. Это надо делать без раздражения и спокойно. К сожалению, некоторые очень компризно воспринимают, когда их мнение оспаривают. Они, наверное, думают, что они какие-то священные коровы, которых нельзя трогать. Но на самом деле мы имеем право высказываться. Но как мы высказываемся, это надо делать без раздражения. О Христе мы знаем, что Он действительно всех нас немощных принял без всяких споров о мнениях. Наверняка бесы наговаривают на нас Богу, как мы читали в книге Иова, когда пред Господом предстали ангелы, и пришел дьявол, который начал клеветать на Иова, наговаривая на него. Но о Христе мы находим такие слова. Это Евангелие от Матфея, 12 стих, с 18 по 21. «Сеотрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на нем и возвестит народом суд, небо спрекословит, небо запиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Архиепископ Аверкий Таушев предлагает такое объяснение. В этом пророчестве, несомненно относящемуся к Мессии, пророк прославляет крепость и смирение Христа, приводя это пророчество, святой Матфей хочет показать евреям, что их представление о Мессии, как о земном царе-завоевателе, который возвеличит еврейское царство и будет внешним блеском и славою царствовать на престоле Давида, ложное, что ветхозаветные пророки возвещали о кротком и смиренном Мессии, царство которого будет не от мира сего, но которое, тем не менее, дарует закон язычникам и на имя которого будут уповать народы. Таким образом, подражая Христу в его смирение, мы можем найти такую тональность даже обличительных слов, когда обличаемый не воспримет наше обличение как некую агрессию против него. Хотя в Писании сказано «Обличи глупого и наживешь врага», но в то же время сказано «Обличи мудрого и приобретешь себе друга». Далее мы читаем «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Это 14 глава послания к римлянам, 4 стих. Итак, никто не имеет права осуждать никакого человека прежде суда Божия, потому что любой верующий человек перед своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его, как мы здесь прочитали. Но в то же время мы имеем право иметь суждение о каком-то человеке. И апостол Павел пишет и о необходимости церковного суда, который совершается по церковным принципам и тому порядку, который установлен в той или иной поместной церкви. То, что человек стоит или падает, он будет восстановлен Богом, это говорится о верующем человеке, который, даже упав, не забывает о Боге своем, как псалмопевец Давид в своем падении восклицал, «Из глубины в возвах к тебе услышь меня, Господи». В книге «Притч» 24 глава 15-16 стих сказано «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и восстанет, а нечестивые впадут в погибель». О чем это? Если праведник падает, он падает в нечестие. А почему же упавший праведник противопоставляется нечестивцу, который падает в погибель? Имеется в виду то, что верующий не отчаивается и в своем падении в некое нечестие, не теряет надежду на Бога. Как Аббас Сосой учил, что Бог попускает нам уходить от Него, впадать в разные грехи, но Бог это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. Поэтому, если при падении мы испытываем желание подняться, то это не окончательное падение в погибель, как говорится о нечестивых, но это то смирение, которое попущено нам от Бога, чтобы мы не превозносились и помнили бы о тех опасностях, которые нас окружают. Беда Достопочтенный пишет, «Никто, наверное, не подумает, что сможет, как учит Пелагий, Пелагий был еретик, прожить свободно от прегрешений, долгов, когда увидят, что и апостолы по наставлению Господа молились об отпущении грехов». Пелагий думал, что можно жить человеческой праведностью, но даже апостолы молились об отпущении грехов, читая молитву Господню и оставя нам долги наши. Беда Достопочтенный продолжает, «Также и в другом месте написано, семь раз упадет праведник и встанет, ибо действительно невозможно, чтобы кто-либо из святых ни разу не подскользнулся на одном из тех незначительных грехов, что допускаются в речи, в помыслах, по незнанию, по забвению, по необходимости, по воле, по неожиданности, однако при этом они не перестают быть праведными, ибо тот час с Божьей помощью встают». Далее Беда пишет, «Пусть даже праведнику и случится согрешить по немощи, плоти или незнанию, он все же не перестает быть праведным, он ежедневно допускает подобного рода неизбежные грехи, но ежедневно излечивает себя целебной мазью молитвы и добрых дел, которые тот час поднимает на ноги согрешившего праведника, и позволяй ему пасть на землю и осквернить прахом порока свадебные одежды, любви и веры». Беда достопочтенный допускает, что падения как бы неизбежно могут проявляться в нашей жизни, но упав, мы всегда должны испытывать желание подняться, с молитвой обращаться к Богу, необходимо в падение, как это делал псалмопевец Давид, и творить добрые дела, чтобы хоть как-то нам проявить плод покаяния, показать наше исправление. И далее мы читаем четвертый, точнее, пятый и шестой стих, «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равна». В то время было много иудеев среди христиан, которые почитали субботний покой, и они отличали день от дня. Они могли праздновать Рожгешанан, Новый год, Йом-Кипур, Судный день, и другие иудейские праздники. Но так как тогда был переходный период между иудаизмом и христианством, говорится, «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равна». Всякий поступай под устоверение своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, а кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Сейчас приближается время Великого Поста, и для многих это будет искушение, начало Поста, когда семьи разделятся на постящихся и не постящихся. Поэтому очень важно вспоминать вот эти слова. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. То есть соблюдает человек пост или не соблюдает, за любую пищу, которую он вкушает, он должен благодарить Бога. Но посты, установленные Святой Церкви, установлены для нашего блага. Поэтому отказываться от поста мы можем только по следующим причинам. У нас не постятся заключенные, те, которые в предварительном заключении, или по приговору суда. У нас не постятся военнослужащие, и у нас не постятся беременные женщины и кормящие грудью матери. У нас не постятся больные, которым пост противопоказан. Причем для некоторых категорий больных противопоказан пост даже перед причастием. Они могут принимать таблетки, лекарства, и если надо заедать, они заедают и запивают водою. Для болящих это не считается чем-то предосудительным. Давайте посмотрим, как эти слова «Кто ест для Господа, ест» объясняет отец Даниил Сысоев в блаженной памяти. Речь идет о постах, которые люди брали на себя добровольно. Существовали посты, установленные в церкви апостолами, но их было мало, потому что апостолы не желали перегружать христиан. Они установили посты в среду, в пятницу и в Великий пост. Другие же посты апостолы предоставили на волю христиан. Некоторые христиане из любви к воздержанию вводили для себя дополнительные пощения, а потом начинали осуждать других людей, которые этих постов не соблюдали. Например, сейчас некоторые пытаются ввести пост в понедельник, а потом осуждают тех, кто в понедельник не постится. Отец Даниила объясняет нам со свойственной ему простотою, что если человек сам назначает для себя какой-то пост, а это не церковное решение, это просто проявление его благочестия. И такой формат поста он не должен навязывать другим и тем более осуждать за непощение в эти дни. Но если посты, установленные Святой Церковью, то мы серьезно должны относиться к этим дням. И если нам противопоказан пост как минимум брать благословение у священника, чтобы он попустил нам ради наших немощей вкушать и что-то из коронного. Далее апостол Павел пишет 7-8 стих 14 главы послания к римлянам. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господне». Действительно, братья и сестры, в жизни верующего человека все делается во имя Божие, и мы все принимаем как из его божественных рук. И живем ли мы, умираем ли мы, мы остаемся православными христианами. Как в этом же послании к римлянам, 8 глава, 38-39 стих сказано, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Действительно, мы всегда должны оставаться христианами в этой жизни, чтобы и в вечность войти с упованием на Христа нашего, Владыку и Спасителя. Святитель Иоанн Золотауст пишет, «Что же значит, никто не умирает для себя? Мы не свободны, мы имеем над собой Владыку, который хочет, чтобы мы были живы и не желает нашей смерти, и для которого наша жизнь или смерть важнее, чем для нас самих. Этим апостол показывает, что Бог заботится о нас больше, нежели мы сами, ибо Он жизнь нашу почитает для себя приобретением, а смерть – потерю. «Если мы умираем», продолжает Золотауст, «то умираем не только для себя, но и для Господа». Под смертью же разумеет здесь апостол прежде всего смерть духовную, состоящую в отпадении от веры. Что Бог печется о нас, в этом достаточно нас убеждает и то, что мы для Него живем и для Него умираем. Однако апостол не довольствуется этим, но присвокупляет еще новые подтверждения, говоря, «Умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господни». Здесь он от смерти духовной переходит в смерть естественной, чтобы речь его не показалась жестокой и представляет новый, самый важный признак Божьего о нас промышления. Итак, Золотауст обращает внимание на то, что сначала Павел говорит о смерти духовной, а потом он говорит о плотской, потому что, если бы мы духовно умирали, это бы Бога не радовало бы, и тот, кто духовно умирает, умирает для Бога. А мы живем ли, живем для Господа, и умираем, подчиняясь Его власти, воспринимая смерть как последнюю эпитимию от Него. Далее апостол Павел пишет, это 9 стих 14 главы послания к римлянам, «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Амбросиаст, древнехристианский экзегет, пишет, «Творение создано через Господа Христа, но грехом оно отделилось от Творца и было пленено. Но Бог Отец послал Сына Своего с небес на землю научить свое творение тому, что нужно делать, чтобы избежать руки пиратской, чтобы дело Его Господа не погибло в нас». Как пираты действуют бесы, которые похищают то, что им не принадлежит. Амбросиаст продолжает, «Потому Он, Господь, и позволил врагам убить себя, чтобы, сойдя в ад, осудить грех, ибо был убит невинно, и освободить тех, кого удерживал дьявол. И поскольку Иисус показал путь спасения живущим, принял за них смерть, освободил мертвых от ада, то Он, Господь, и живых, и мертвых, ибо Он восстановил потерянных своих, садеев их, верными рабами себе». Действительно, Бог Свою смертью, смерть попрал и получил право одерживать победу над нею. Своей жизнью Он дарует нам жизнь, и не просто жизнь, а жизнь с избытком, как уточняет апостол. И далее мы читаем 10 по 13 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего?» Опять в этой главе апостол Павел поднимает эту тему. Ранее он говорил, что немощного вере надо принимать без споров о мнении, а здесь опять возвращается к теме, чтобы мы не осуждали братьев своих и сестер по вере. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов. Вот тот объективный суд, на котором откроются все наши дела. Кто-то может спросить, а какая разница между осуждением брата и унижением брата? Осуждают брата, когда на вид ему ставят какие-то ошибки, а унижают, когда начинают злословить и поносить его, то есть позорят этого брата. «Все мы предстанем на суд Христов», такое решение находит апостол. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится, всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату в случае к преткновению или соблазну». То есть, единственное, кого мы можем судить, так это самих себя и то на предмет, как бы нам не подавать плохого примера брату нашему и не послужить поводом для преткновения или соблазна для других верующих. Блаженной памяти отец Данила Сысоев пишет «Дословный перевод и так не будем больше друг друга судить, но лучше рассудите другое больше, чтобы не клясть спотыкание брату или западню». Это дословный перевод предлагает блаженной памяти отец Даниил и далее он пишет «Мы должны думать, как бы своим поведением не соблазнить, не поставить западню своему ближнему, не погубить его каким-то образом. По-хорошему должно быть так. Скажешь христианину о блуде, а он в ответ «А что это такое? Был случай, рассказывает отец Даниил, когда одного мальчика отдали на воспитание в египетский монастырь в пустыне. Когда мальчик вырос, он увидел женщин, проходящих за воротами монастыря. Он спросил «А кто это такие?» Он никогда не видел женщин. Ему ответили «Это безбородые монахи». Он вновь спросил «А почему этими безбородыми монахами бес искушает меня во сне?» то есть он даже не знал что такое грех женщины, он даже не знал что из женщины. Он совсем маленьким оказался в монастыре. Однако дьявол во сне ему показывал свои видеофильмы, там слайды, не знаю как у них это называется, чтобы возбуждать его плоть. То есть никто не может избежать соблазнов, даже люди такой чистой жизни, как монахи-отшельники. Апостол Павел продолжает «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Если бы что-то было по природе нечистым, то вина падала бы на создателя природы, то есть на Бога. Но Бог сотворил все весьма хорошо. Поэтому в самой природе вещей ничего нечистого нет. Павел рассуждает далее. Если же за пищу огорчается брат твой, например, евреи, христиане, они считали, что свинина это нечистая. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». Имеется в виду, когда на глазах у таких братьев ешь сало. «Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулиться ваше имя, ибо Царствие Божие не пищи и питье, но праведности мир и радость во Святом Духе». То есть, только в этой жизни пища имеет какое-то значение, в будущем все это уже прекратится. «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Блаженной памяти отец Дмитрий Дудко говорил, весь наш народ русский приткнулся на спиртном, а у Павла сказано, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается. Значит, вывод делает отец Дмитрий, надо всем давать обеты трезвости. Ты говоришь, что ты можешь пить нормально, сделай это ради братьев, которые на этом приткнулись и погорели, то есть помоги. Далее, отчего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает? Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Имеется ввиду, что человек верит, что все, что он не ест с молитвой, все чисто. Но брат-то может иначе думать, иначе понимать. Блажен кто не осуждает себя в том, что избирает. То есть, да, ты вот избрал такое решение, есть все, но ты же видишь, как другие к этому относятся. Павел далее продолжает. А сомневающиеся, есть и ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Все, что не по вере, грех, это та реальность, в которой мы живем. Потому что вера для нас это очень много значит. Это все в нашей жизни, как сказано, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. Но мы не можем ограничиваться только верой. мы должны стремиться к надежде, то есть к такому результату нашей веры, когда мы с надеждой опираемся на то, во что уверовали. Но и надежда не является пределом. Стижав христианскую надежду, мы должны стремиться к христианской любви, то есть такому всецелому подчинению воле Бога, которого мы возлюбили всеми помыслами своими, всеми помышлениями своими и всею крепостью своей. Далее апостол Павел пишет, могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещено всем народам для покорения их вере единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. Здесь он начинает молиться за свидетельством о том, что Бог может утвердить нас в тех наставлениях, которые нам предлагают святые апостолы. И он молится с благодарностью, обращаясь к Богу, которого называет едино премудрым Богу, он обращается через Сына Его, а Господа нашего Иисуса Христа, воздавая Ему славу вовеки и провозглашая радостная. Аминь. Аминь, по-еврейски аминь, означает истина так. Будем стремиться поступать по вере, тогда жизнь наша просияет благочестием. А все, что противно нашей вере, будем этого избегать. Берегите себя.